Весна та, что с сухим асфальтом и устойчивым плюсом, пока не пришла. Конечно, далеко не везде, но ледовая корка еще может попасть под ноги. А где есть лед, да ушиба, растяжение или перелома, подать рукой. Следовательно, внимательность и осторожность, как меры профилактики травм, никто не отменял. Чтобы хотелось акцентировать внимание, чтобы все-таки люди старались смотреть под ноги. Если видят, что все-таки скользко идти, потихонечку пользовались. Есть такие антискользящие накладки на обуви, они продаются, они стоят немного. Это очень помогает пожилым людям, стараться поменьше выходить на улицу в магазин церкви. Как бы это ни хотелось бы, но воздержаться в данный период. Потому что достаточно буквально маленького бугорка ледяного, для того, чтобы человек упал, сломал шейку, бедра или что-нибудь еще серьезнее. Поэтому рекомендовать хотелось бы так. Ну и людям, которые празднуют какой-то праздник, рекомендовать все-таки культуру питья и поведение после. Выпил лучше, прийди домой, ляг спать, а не ищи приключений по городу. Морозы уверенно идут на спад. По прогнозам синоптиков, с каждым днем будет все теплее. Однако назвать погоду комфортно и пока сложно. Всем известна она, это самая погода, дама капризная. Складывать на дальние полки теплую одежду рано. Холод не сдается без боя и в этом сражении получить обморожение дело несложное. Кисти рук, стопы, кончик носа, уши и щеки. Пострадать может любой незащищенный участок тела. Способствует процессу ветер, мокрая одежда и тесная обувь. У нас даже была девочка 15 лет, которая на остановке, долго стояла в старых сапогах. Они промокли у нее, ей пришлось 30 минут постоять. Она получила отморожение двух пальчиков на стопах, пятый, четвертый пальцы, но легкой степени, первой, второй степени. Сразу же обратились к нам, она пришла домой. У нее появилась отечность в этой области, жжение, парастезии, болезненность. Они сразу же родители привезли ее к нам в отделение. И мы оказали ей первую медицинскую помощь. Это согревание, это теплое питье, это введение специальных препаратов, которые улучшают микроциркуляцию, кровообращение, которые разжижают кровь, препятствуют образованию тромбов. И если вовремя, вовремя все сделать, ввести лекарственные препараты специальные и специальным путем введения, мы иногда спасаем даже ноги, не говоря уже о пальчиках. Различают несколько степеней обморожения. Однако врачи говорят, что возможность обойтись без ампутации конечности есть всегда. Главное при первых признаках и симптомах обратиться к врачу. Самолечение в данном случае может не только усугубить ситуацию, но и сделать человека инвалидом. Даже бывает, когда пациенты приезжают к нам с начинающейся третьей степени, но вовремя, вовремя мы помогаем им значимо. Что значит вовремя? Не надо сидеть дома, не надо согреваться дома. Как только вы заметили какую-то проблему, боли в руках, может быть, это и не будет отморожением. Приедьте лучше к нам. Мы посмотрим. Мы начнем согревать правильно, согревать надо сухим теплом, постепенно, а не в горячую воду, чтобы это все еще и горячей водой травму получить. Одним словом, пока за право присутствия весна сражается с зимой, жителям края стоит быть осторожнее, чтобы не попасть этим дамам под горячую руку.